Десна ТВ Сегодня рабочее утро нашего коллектива началось с посадки вот таких замечательных клеонов. Коллективная забота о Десногорском парке. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 637 сообщений. Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники специальных служб застали охотников, которые успели пригнать на свалку тяжелую технику прямо во время раскопок. Для исключения подобных случаев в будущем свалку планируется вновь засыпать песком и оградить бетонным забором. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная, качественная и надежная. Такая детская площадка появится в Десногорске рядом с городским фонтаном. Там, где уже кипит работа, побывала наша съемочная группа. Детские игровые площадки – это излюбленное место отдыха для детей и их родителей. Но, к сожалению, такое времяпрепровождение не всегда оканчивается улыбкой. Часто дети на них получают серьезные травмы. Горки, качели и различные конструкции – заманчивый набор развлечений для детей любого возраста. Чтобы кульбиты не оканчивались разбитыми коленками и слезами, на центральной площади Десногорска в скором времени построят новый аттракцион. Совсем скоро на этой месте появится современная, комфортная и безопасная игровая площадка. Работы начинаются прямо сейчас. Новый детский городок заменит устаревшую и изношенную конструкцию, которую демонтировали перед проведением строительных работ. Надежность соединений, отсутствие острых углов и резиновое покрытие на земле – отличительные особенности нового игрового комплекса. Сейчас современные стандарты для игрового оборудования прежде всего предусматривают безопасность для детей и вообще людей, находящихся на его территории. Выбор развлечений в игровом городке будет обширный. На 600 квадратных метрах разместят два игровых комплекса – качели, горки, балансир и песочницы. При этом фирма-изготовитель – одна из лидеров своей отрасли и площадка имеет все стандарты качества. Строительство городка – это очередной этап в рамках проекта «Любимый город». В этой программе работы проводятся на фонтане, городской эстраде и детской площадке. Финансирование проекта проходит силами концерна «Росэнергоатом» и областного бюджета. Но долго ли площадка будет радовать полной мере жителей Десногорска – часто это зависит от них самих. Сегодня нормально с утра, к вечеру уже что-то подломали. Или, значит, наоборот, вечером нормально, а утром уже смотришь, то сломали качели, то еще что-нибудь. Завершить монтаж конструкции планируется к концу июня. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Небольшой, но и производительный завод по изготовлению асфальтобетона начал свою работу в деревне Девасы Смоленского района. На заводе будут делать дорожное полотно для многих районов Смоленской области. В настоящее время предприятия способны производить до 60 тонн дорожного полотна в час, а за сезон выпуск продукта составляет более 20 тысяч тонн. Стырье для работы будет поставляться собственного карьера нерудных материалов. А битум и минеральный порошок планируется закупать у партнеров. Весь произведенный асфальт отвечает требованиям ГОСТа и имеет гарантию до 5 лет. Завод уникален и своей мобильностью. Он быстро возводится и демонтируется. Буквально за один месяц его можно перенести в другое место. Но главная особенность в том, что он безопасен для окружающей среды и отвечает всем экологическим нормам. Кроме этого, завод обеспечил рабочими местами местных жителей. В конце мая в Десногорске на территории Атомпарка сотрудники Смоленск Атомэнергоремонта организовали посадку молодых клёнов. Основная цель акции – показать, что забота о городе – это коллективная и благородная задача. Подробности в сюжете. 31 мая территория Десногорска пополнилась новыми зелеными насаждениями. 12 молодых клёнов – такой вклад внёс коллектив предприятия в городской проект Атомпарк. Посадить дерево может каждый, было бы желание и место, но перейти от слов к делу получается не у всех. Наша акция направлена на благоустройство города. Город молодой, город должен быть чистый и красивый. Мы вносим свою лепту в то, чтобы наш город с каждым днём становился лучше и лучше, краше и зеленее. Нести частицу себя в общее дело – благородный поступок. А гулять по парку и знать историю каждого дерева, знать, когда оно было посажено и кем – теперь это доступно и участникам акции. Здорово, когда город, в котором ты живёшь, родился, вырос и сейчас растут твои дети, развивается, преображается. Мы решили принять активное участие в развитии нашего Атомпарка. Вот частичку себя ставим в виде таких прекрасных деревьев, будем не забывать их поливать. Ну и надеемся, что будущее поколение обязательно будут беречь и приумножать это богатство. Мероприятие по озеленению Атомпарка объединило людей разного возраста. Активное участие в акции принимали и заслуженные ветераны предприятия. Мы с удовольствием приняли участие в посадке клёнов на территории парка энергетиков. Благодаря неравнодушным городу-жителям Десногорск развивается и становится зеленее день ото дня. Олег Соловьёв, Фиолетта Ефименко, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Проблема наркотиков продолжает оставаться одной из главных задач для правоохранительных органов. Сбывал запрещенные вещества через интернет 19-летний житель города Ярцево. Из незаконного оборота смоленские полицейские изъяли свыше 700 граммов спайса. После проверки оперативной информации, поступившей к сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков, юношу задержали. Наркотики он приобрел в Москве, избывал при помощи закладок, о местах которых сообщал клиентам на интернет-ресурсах. В указанных местах оперативники обнаружили 21 сверток с сильнодействующим порошком. Ярцевским отделом ОМВД России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Юноша взят по стражу. Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказала заместитель начальника управления по делам ГОЧС по Десногорску Надежда Чувашова. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 4 раза, по вскрытию дверей 2 раза, по спиливанию деревьев 1 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 637 сообщений, из них 250 ложных. Поступило и отработано 11 просьб от населения. Развод – дело не только малоприятное, но и затратное. Министерство юстиции России предлагает ввести новый вид алиментов. Согласно их инициативе необходимо обязать разведенных родителей покупать детям отдельную квартиру. Проект федерального закона опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно новым предлагаемым поправкам, родитель, живущий после развода отдельно от ребенка, будет привлечен к обеспечению несовершеннолетнего собственным жильем. По мнению депутатов, такой закон сможет защитить жилищные права ребенка. Кроме этого, законопроект предлагает изменить механизм начисления неустойки по алиментам. Суд сможет снижать размер неустойки, принимая во внимание материальное и семейное положение должника. Черный чай. Общепринято считать этот напиток бодрящим, тонизирующим и придающим силы. Но, как оказалось, не все так очевидно. Специалисты Роскачества провели исследование 35 популярных марок, которые представлены на российском рынке, и результаты их удивили. Исследовав напиток по 178 показателям, выяснилось, что потребители вместо вкусного и полезного напитка часто покупают далеко не лучший продукт. Во всех чаях примеси, сорняков или повышенного содержания вредных веществ не обнаружили. Но в подавляющем большинстве образцов нашли следы пестицидов, хоть и в минимальных количествах. А кто-то и вовсе провалил проверку. У некоторых марок вместе с чайными листьями встретилась плесень и следы кишечной палочки. Чтобы обезопасить себя от таких неприятных добавок, рекомендуется покупать листовой чай у проверенных производителей. И о погоде. Жара не сдаёт своих позиций. 8 июня в Десногорске по 30 градусов тепла, а ночью столбик термометра покажет плюс 18. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте desnodefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вёл Олег Соловьёв. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!